Для изготовления каркаса используется сухая сосна. Влажность не более 8%. Первым делом собираем рамку панели. Сечение реек 70 мм ширина, 14 мм толщина. Рейки скрепляются с помощью скоб. Скобы забиваются ближе к внутреннему углу. Это из-за того, что по внешнему периметру будет работать фреза, образовывая шип и проушину. Пробиваем скобы с одной стороны, переворачиваем и пробиваем с другой. Теперь заполняем внутренний периметр рамки. Используются рейки такой же толщины, как и предыдущие, 14 мм. По ширине они могут быть 40 мм. Дистанция между соседними рейками около 20 мм. Пробуем с другой стороны, и в-в-в-в-в-в-в-в-в. В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. Субтитры сделал DimaTorzok ХДФ предварительно раскраивается на нужный размер. Например, если периметр панели 1000 на 1000 мм, то с каждой стороны нужно добавить по несколько мм. Для поклейки используется клей ПВА. Клей наносим с обеих сторон. После нанесения клея укладываем лист ХДФ. Чтобы он не сместился во время запрессовки, пристреливаем его шпильками. Чтобы шпильки не попали под фрезу, делаем определенный отступ. Для этого используем планку определенной ширины. Переворачиваем панель и наносим клей на вторую сторону. В принципе, все делаем точно так же, как и с предыдущей стороной. Помещаем панель между плитами пресса. Размер плит позволяет клеить сразу две панели. Соответственно, подготавливаем две панели. Наверх панелей укладываем линолеум. Делаем запрессовку. Применяемое давление показано на манометре. После поклейки панели попадают на деревообрабатывающий центр. Процесс поклейки забыли снять, так как делали все это ночью, были уставшие, головы плохо соображали. Но для показательности профрезеровали две заготовки. Одна из них будет с шипом, а вторая с проушиной. Точно так же фрезеровались и сами панели. Использовалось два комплекта фрез. Один формировал шип, а второй формировал проушину. Девушки отдыхают. Процесс поклейки Это полное полное выставки. inental Субтитры создавал DimaTorzok Это шип, а это соответственно паз. Когда мы их совмещаем, между ними на внутренней стороне панелей находится крепеж, или говоря по-другому клипса. Его толщина около миллиметра. Соответственно, с внутренней стороны панелей между ними есть зазор около миллиметра на толщину крепежа. Это сейчас отчетливо видно. С лицевой стороны панели прилегают друг к другу без зазора. На панелях шип и проушина выглядят вот таким образом. На каждой из панелей на двух сторонах шипы, а на двух сторонах проушины. Или говоря по-другому, пазы. Сейчас мы совместим две панели. Устанавливаем крепеж и сдвигаем панели между собой. Собои. Шип заходит в проушину. Между ними установлены две клипсы. Панель из шипом заходит в панель из проушиной. С внутренней стороны панелей есть зазор на толщину клипсы. А с лицевой стороны панели прилегают без зазора. Общая толщина панелей 20 миллиметров. Вес без упаковки 11 килограмм.